В Москве остановили продажу ряда продуктов после случаев бутулизма. В Роспотребнадзоре сообщили, что экспертам удалось установить продукты, виновные в произошедшем. Пострадавшие заказывали готовые блюда на дом – лобио и салат с тунцом и фасолью. Пищевой бутулизм – тяжелая, потенциально смертельная, но относительно редкая болезнь. Отравление сильнейшим ядом, который вырабатывает бактерия клостридия бутулизма. Этот микроорганизм может оказаться в домашних консервах, а также в копченой и вяленой рыбе, колбасе и ветчине. Чаще всего он встречается в консервах из плохо промытых грибов, самодельной тушенки и соленой рыбе. Как правило, отравление бывает вызвано продуктами, не прошедшими надлежащую обработку, в которых бактерии или споры, чаще всего попадающие туда из почвы, выживают и вырабатывают токсины. Под воздействием бутулотоксина мышцы перестают работать и возникают параличи в разных частях тела. Ранними симптомами бутулизма могут быть сильная утомляемость, головокружение, слабость, сухость во рту и затуманенное зрение, а также тошнота и вздутие живота. Температура не повышается. Затем может развиться паралич мышц, нарушится дыхание и зрение. Показатели смертности при бутулизме высокие, если не был быстро поставлен правильный диагноз и незамедлительно начато лечение. От человека к человеку бутулизм не передается. Бутулизм теперь и в Нижнем, и в Казани. После того, как в Москве симптомами бутулизма за медпомощью обратились более 120 человек, с аналогичным диагнозом в реанимацию попали четверо жителей Нижнего Новгорода. Заболевшие употребляли салат, заказанный через доставку. Такая же ситуация в Казани, где на данный момент 6 случаев подозрения на бутулизм. Все пострадавшие в больнице. Подробностью Светланы Чередниковой. Нижегородский Роспотребнадзор выяснил, что четверо заболевших бутулизмом ели салат «Лоббио» изготовителя ООО «Локал Кичен» бренд кухни на районе, заказанный через сервис доставки «Самокат». Проводится эпидемиологическое расследование, установлены и другие покупатели. Потенциально опасную еду изъяли со склада. Больные в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Еще 6 случаев подозрения на бутулизм зарегистрировано в Казани после употребления того же салата «Лоббио» производства той же столичной ООО «Локал Кичен». Ранее сообщалось о массовом отравлении в Москве. С симптомами бутулизма здесь обратились в больницы более 120 человек. 55 в тяжелом состоянии, 30 в реанимации, некоторые на ИВЛ. Все пострадавшие также ели готовую еду в вакуумной упаковке и сервисов доставки. По данным Роспотребнадзора, часть пострадавших купила готовую продукцию салат «Лоббио» от ООО «Локал Кичен» кухня на районе, часть салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО «Гастропорт». Оборот этой продукции приостановлен. Заблокированы приложения ресторана и локальные точки продаж готовых блюд – холодосы. Говорит руководитель лаборатории ослабоопасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной трансляционной медицины Сибирского отделения РАН Александр Чапурнов. Это один из самых сильных токсинов. При приеме достаточно большого количества такого продукта возможно не просто тяжелое отравление, а даже смертельное отравление. Какие-то первостепенные есть симптомы, чтобы можно было человеку понять, что это необычное отравление? Человеку невозможно отличить. Все будет ощущаться как отравление. А есть ли какие-то последствия для человека, если он уже, допустим, вылечился от ботулизма? Да нет, как правило, нет. Если все закончилось благополучно и удалось пережить, очистить кишечник, снять интоксикацию, промыть, прокапаться и так далее. Ну, это стандартное мероприятие для отравлений. То, ну, вот выходит человек из тяжелого состояния и все, и продолжает жить нормально. Смертельная доза ботулотоксина для взрослого менее одной миллионной грамма. Его уделяют анаэробные бактерии в консервах. Ботулизм развивается быстро, с поражением центральной нервной системы и высокой вероятностью летального исхода. Уже в первые сутки пациент может попасть в реанимацию. От обычного отравления по первым симптомам ботулизм отличается отсутствием температуры, может развиваться затуманенное зрение, затрудненное глотание и речь, сухость во рту. Постепенно вниз по телу распространяется мышечный паралич, в том числе угнетающий дыхание. Главное лечение – это подбор антидота. Центр Гамалии заявил в понедельник, что разрабатывает новый препарат для экстренной профилактики и терапии ботулизма. Клиническое исследование препарата может завершиться в следующем году. Препарат состоит из моноклональных антител, которые нейтрализуют ботулотоксин типа А. Антитело связывается с токсином и блокирует его проникновение в клетки, нейтрализуя токсины. В ближайшее время в Минздрав будет подан пакет документов для получения разрешения на клинические исследования.